Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о защитнике нашей Родины. Это может быть мужчина, это может быть женщина. Для начала я хотел бы рассмотреть исторический архетип нашего человека, в первую очередь мужчины. Сегодня 23 февраля. Как складывался этот образ современного человека. Возьмем время до прихода христианства на Руси. Во всех источниках говорится, что в России тогда было очень слабо развитое язычество, абсолютное отсутствие культуры. Я считаю, это не так, потому что те источники, которые дошли до нашего времени и те раскопки, которые приходят, источники в первую очередь исторически-литературные, они говорят, что у нас была очень богатая культура. Она называется язычеством, но эта культура была духовная, неплохо была развита промышленность, архитектура, зодчество. И в то время образ мужчины, как из источников, мы узнаем, что это люди, очень многие из них, они были казаками. Они владели рукопашным боем, причем этот рукопашный бой, все виды казачьего рукопашного боя, он считался в то время одним из самых совершенных и лучших боевых искусств. Культура русского человека, она всегда носила характер миролюбия, чувства из своей земли, может, даже какой-то богоизбранности. И русские люди практически никогда ни на кого не нападали. В основном, постоянно шла агрессия со всех сторон за нашу русскую землю, потому что это огромное количество полезных ископаемых, очень хорошие условия, особенно ближе к западу, к югу. И насколько вот последние 10 веков посмотреть, практически каждые 50 лет какие-то нападения на Русь, они были и продолжаются до сегодняшнего дня. Когда приходит христианство в 10 веке, Русь принимает православие, и новые черты русского мужчины, защитника возникают. И у русских людей как раз появляется новое понятие святости, духовности, та же сила, те же непростые природные условия, они остаются. Человек закален, человек сильный, но добавляется вот эта культура святости. Если посмотреть Европу, и католический образ святого, он носит немножко другой характер, в отличие от православия, что он, как правило, где-то такая физическая немощность, но духовность, она, соответственно, всегда у святых очень высокая. И у русского человека вот эта святость, она есть не просто у отдельных святых, но мы помним про наших богатырей, про Пересвета Слаби, которые защитили нашу Родину в поединке. И благословил на все на это, опять же, Сердий Радонежский наш святой, который тоже, думаю, физически он не был слабым. Вспомним Серафима Саровского, который физически был тоже очень крепок. На Руси всегда было понятие патриотичности, то есть национальная идея, которая всегда строилась на авторитете. И русский народ, под русским я подразумеваю, что постепенно к нам присоединялись другие части, соседние с Русью, и, как правило, Русь их присоединяла не путем завоевания, а наоборот путем защиты. И постепенно алтайцы, буряты, грузины, азербайджанцы, тувинцы и многие другие национальности, они присоединились и тоже стали русскими. Вот это понятие русскости, это, конечно, не национальность, это принадлежность к этой земле, это принадлежность к этому понятию быть русским. И этим, в принципе, можно гордиться, потому что наша земля, она не только хранит вот эти запасы полезных ископаемых, но она в первую очередь отличается той природной силой, энергией, которая исходит от этой земли. Поэтому, если в социальном плане, может быть, в плане образованности, среднерусский человек, он где-то мог отличаться от запада, но всегда русский человек чувствовал свою какую-то богоизбранность, что он центр мира в духовном плане, и где бы русский человек ни оказывался, он отличается от других людей. Но сейчас я пока вот говорю о мужчине, сегодня 23 февраля, что мужчина, он отличается физически, он всегда крепок, он спокойно купается в холодной воде, он довольно хорошо владеет рукопашным боем, и главное, что его крепость духа, если в Германии нападают на девушку, и потупив глаза европейцы проходят, русский всегда остановится, даже если несколько противников. И он, когда начинает защищать и вступать в это противостояние, сразу, когда узнают, что русские, чаще всего даже никакого боя, никакой драти не возникает, потому что все знают, если здесь русские, беспорядка, бесчинства не должно быть. И вот арабы, которые наводнили на сегодняшний день Европу, они боятся в основном только русских. Так вот, продолжаем о наших защитниках Родины. Мы берем, допустим, офицеров начала 20 века, как правило, эти люди, они широко образованы, бывший офицерский состав, и многие члены правительства, потому что там многие офицеры потом, они входили в правительство, они знали довольно хорошо латинский, древнеславянский, древнегреческий. Если мы читаем литературу 19 века, допустим, Сергея Трубецкого или других авторов философских, там даже нет перевода на русский, текстов, взятых вот на этих языках, плюс еще французский, то есть старославянский, древнегреческий, латинский, французский. И люди спокойно все это понимали, но на сегодняшний день образования немножко другой углон, то есть современный русский человек, он получает среднее, как правило, высшее образование во многих других сферах, то есть вот эта сфера языковая, она немножко ушла, но характер защитника вот этой национальной идеи, он остается. Единственное, что, конечно, после 91 года идея патриотичности, особенно у молодого поколения, кому вот до 30 лет, она практически из образования, из идеологии практически ушла, но средний человек, вот скажем, моего поколения, то есть я прожил почти полувека прошлого века, и много лет как раз получил два высших образования при Советском Союзе, и вот эта идея у нас, у моего поколения, она, конечно, остается, что мы любим свою Родину, мы любим Отчизну, и в принципе, если бы встало даже вот многие мои друзья, кому уже сейчас седьмой десяток, они говорят, да, если что, мы сами встанем на защиту Родины, то есть это не то, что мы там возьмем ружья, идея именно в духе, что мы должны чувствовать, что мы на этой земле, что мы должны быть ее частью, не бежать, не трусить, и вот про современного мужчину-защитника как раз я бы на сегодняшний день хотел затронуть, что он резко отличается от европейца, от американца, от азиата, что средний русский мужчина, он сильнее намного физически многих людей Востока, Азии, он отличается совершенно другим характером от европейца, он никогда не поддастся, ну нормальный человек русский, на провокации, там носить ритузы, или одеть платье, или накраситься, и в этом у меня много было случаев в Америке, в Европе, когда я затрадивал эту тему, то есть мы русские, мы совершенно другие. потому что... так как я, которые у вас с неюю в bewодителем, и вот когда это есть, ¿чем мы тамcular? не вернуть у меня как раз? чтобы мне admired,